Доброе субботнее утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. И сегодня нас ждет интересный разговор. 11 ноября в России отмечают необычный праздник – День шопинга. По своей сути, это день больших скидок, который с нетерпением ждут заядлые шопоголики. О том, что такое шопоголизм и почему на нас магически действуют скидки, мы поговорим с практикующим психологом Викторией Пелюшенко. Доброе утро, Виктория! Доброе утро! Рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. Вика, наверняка для тебя, как и для большинства жителей нашей страны, не секрет, что шопоголизм в последние годы стал, так скажем так, болезнью века. Ты как психолог, как бы ты могла объяснить, с чем это связано и почему с каждым годом люди все больше и больше становятся зависимы от покупок и как это влияет на нашу жизнь? Ну, вообще, понятие шопоголизма – это вот сейчас появилось. Изначально это онеомания, да, то есть… Какое интересное, да? Да, и зародилось оно где-то в 19 веке, и с каждым годом сверхпотребление растет у людей, да. И тут нужно понимать, что, как бы, корень слова там идет – мания. То есть мания – это вольчение. Увлечение – это сверхидея, тогда человек полностью поглощен этой идеей. Изначально, как бы, если смотреть на первопричины, то у любой мании, зависимости, у всего, что вызывает такое увлечение, идет первопричина – это наше бессознательное желание получить удовлетворение. То есть у нас изначально для психики две основные функции – это сохранить человеку жизнь, сохранить себе своему я, сохранить себе жизнь любыми путями, чтобы вы понимали, любыми путями, но нужно сохранить себе жизнь. И также получить удовольствие и тоже любыми путями. Да, то есть, как бы, иногда это может внешне не выглядеть как удовольствие, но внутренне бессознательно получает свои какие-то поглаживания. Вот тут также любая мания, она изначально развивается каким образом, да, то есть что-то понравилось, ты получил удовольствие, да, и потом ты начинаешь это повторять. Сначала редко, потом чаще, да, и чаще-чаще это становится привычкой. И после того, как это становится привычкой, ну, тут еще как-то можно с человеком повзаимодействовать, как-то поработать. Когда же это становится зависимостью, тут уже тяжелее, конечно. А скажи, пожалуйста, Вик, как диагностировать у себя вот эту зависимость? Потому что, ну, вот что является критерием? Потому что, я думаю, ну, сейчас практически невозможно встретить человека, который не совершает покупки. Где вот эта тонкая грань пролегает от того, что ты просто покупаешь то, что тебе нужно, до того, что ты шапоголик? Тонкая грань протекает в симптомах. Есть симптомы, да, явные симптомы. Это когда вы, ну, я же говорю, когда с привычки переходит сверх идею. То есть, когда вы просыпаетесь с идеей, с мыслью о том, что вам нужно совершить ту или иную покупку, зайти на тот или иной сайт в Альбереса зон, это сейчас просто бич, так скажем, да. Когда онлайн просто, онлайн-покупки перешли на новый уровень, дальше, когда вы просыпаетесь, когда весь ваш день полностью, да, то есть, зависит не от того, не от вас, не от ваших там каких-то повседневных дел, а именно строится вокруг этой сверхидеи, то есть полностью вот вы... Ну, как это может выглядеть вот в жизни, к примеру, можно привести? Вот человек зависимый, как вот выглядит его день, получается, шапоголика? Шапоголика именно. Допустим, человек просыпается, первое, что он делает, он заходит на онлайн-сайты, он начинает мониторить, у него нету необходимости в чем-либо, то есть, нету действительно необходимости купить что-то, но он не может, ему нужно посмотреть, а что появилось, а что новенького. Он постоянно мониторит блогеров, которые, ну, какие-то новинки преподнуют, транслируют что-то новенькое, вот. Он испытывает плохое настроение, если он себе что-то не купит, потому что любая мания — это про гормоны. Удовольствие связано напрямую с нашими гормонами, то есть это как есть люди, вот есть такое понятие, как адреналинозависимость, это люди, которые увлекаются экстримом, да, то есть все на грани жизни и смерти. Вот шапоголизм где-то рядом находится. Ничего себе, кто бы мог подумать, да? Тут единственное отличие, что тут нет угрозы жизни и смерти, да, но именно в плане гормонального удовлетворения оно где-то рядом, то есть ты испытываешь эйфорию, ты испытываешь адреналин, это все подкрепляется, падает в бессознательное, то есть картинка, я себе что-то купил, и, значит, адреналин, выброс гормонов. Это все фиксируется и падает бессознательно. И уже потом, допустим, у меня какие-то проблемы, я что делаю? Иду покупать. Иду покупать. Я знаю, где я получу эти эмоции, я знаю, каким образом закрыть вот это вот плохое состояние, и я иду делать привычным образом покупки. Вы заходите там в торговый центр или на сайт, или еще что-то, и у вас улучшается настроение, вы чувствуете эйфорию, вам хорошо, вы расслабляетесь, наконец-таки вот этот груз спадает, да, вот это все, как бы проблемы отходят на второй план, вы что-то покупаете, и вот этот вот период, пока вы совершили покупку, все, домой вы можете прийти, вот этот вот момент, когда вы разочаровываетесь и вообще не понимаете, зачем вы себе это купили. Короткий такой промежуток, да, счастье. Да, короткий. У любой зависимости промежуток счастья всегда сопровождается краткосрочностью, то есть это нет момента, что ты будешь счастлив вот постоянно, нет. Это именно краткосрочный момент удовлетворения, здесь и сейчас. А скажи, пожалуйста, человек зависимый шопоголик, он может осознать, что у него есть эта зависимость, или все-таки будет отрицать до конца, как ты считаешь? Нет, в любом случае человек разумный, он в любом случае может осознать, да, что у него есть та или иная проблема, да. Другой вопрос, хочет ли он действительно, да, потому что шопоголизм чем отличается? Ну, вот, допустим, игромания и шопоголизм, они очень связаны в том плане, что, ну, я имею в виду сейчас не игроманию, именно компьютерные игры, а вот которые денежку вот тратят, автоматы, да, вот они же, ну, где-то сродни, то есть вкладываешь денежку, получаешь удовольствие, вкладываешь денежку, получаешь удовольствие, да, то есть в игромании люди переходят, там, вплоть до таких, там, появляются долги, продаются квартиры, закладывается там все, что дома, да, вот. Шопоголики тоже могут доходить до такой стадии, они берут долги, они, чтобы приобрести там ту или иную сумочку, кредиты, вот это вот банковские карты кредитные просто, у них долги, постоянные коллекторы и так далее, то есть семья тоже страдает, вот, это вот схожий момент. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот, как психолог, опять-таки, наша современность, да, вот эта кричащая реклама, вот эти черные пятницы, они как-то провоцируют людей, или все-таки причина лежит где-то глубже, как ты считаешь? Конечно, провоцируют, нет, ну, смотрите, давайте, как бы, разделим, да, разделим. Первая причина, естественно, первая причина, естественно, лежит в человеке, ну, это его исключительно первая причина, с чем она связана, это всегда только на терапии мы можем узнать, почему человек поступает так, а не иначе, вот. Но в целом, если человек склонен, да, к каким-то вещам, он же как открывает для себя мир шапоголизма, шапоголизма. Практически как алкоголизма, шапоголизма. Как он открывает для себя этот мир, да, то есть он идет, видит какую-то рекламу и думает, ну, почему бы и нет, да. Попробует, да. Попробует, да, а потом, опять-таки же, все бренды, все вообще в целом имеют агрессивный маркетинг. Ну да, достаточно. Очень, то, что там яркие вывески и так далее, плюс вот эта вот, как сказать, сверх необходимость, в каком плане, то есть если ты купил тот или иной бренд, то ты испытываешь власть, а все люди любят власть, так или иначе, испытывать свое превосходство человеку. Ну, это я не говорю, что это плохо, но в целом это... То есть погоня за брендом своего рода, как бы, да, вот возмещение некоторых комплексов или нет? Да, всегда. Если кто, может, смотрел интервью, Сергей Орлов, есть такой стендап-комик, он рассказывал, вот так к нему приходили, знаете, как они снимают, приходят домой, и вот у него есть коллекция Кет Найк. Вот, и там их прям целая стена в таких пластиковых боксах. То есть он их даже не носит? А про половину, да, они просто стоят. Ну, может, один-два раза надел. И вот он точно так же и говорил, вот есть внутри дра моих комплексов, и я думаю, что я вот сейчас вот выстрою эту стену и закрою ей. Ну, дело в том, что, говорит, чем больше стена, тем больше дырка, тем больше комплексов. То есть невозможно перекрыть покупками вот те комплексы, ту необходимость, то желание что-то получить, какое-то удовлетворение покупками не перекроешь. Ну, скажи, пожалуйста, процесс лечения шапоголизма, он сложный вообще? В целом, опять-таки же, вот что касается терапии, все всегда индивидуально. Нет там золотой таблетки, золотых правил или еще чего-то. Унифицированного, да? Но есть основное, что нужно найти, это первопричину, почему человек, вот откуда пошла эта потребность, да, помимо нашей основной потребности получать удовольствие, да, откуда пошла сверхпотребность, что человек хочет спрятать за этой сверхпотребностью, за этими покупками. Первопричину найти. А потом уже, исходя из этой первопричины, идет терапия, то есть там, может, обида, может, злость, еще что-то. То есть, скорее всего, есть какие-то чувства и эмоции, которые человек не хочет переживать, не хочет с ними сталкиваться, и он как бы компенсирует вот это вот не столкновение с этими эмоциями, столкновением с другими, то есть с удовлетворением, вот так. А можно ли, допустим, придать шопоголизму, ну, там, определить, что чаще всего женщины или мужчины болеют, или в принципе здесь нет рода, как ты считаешь? Ну, вообще, по статистике, там, в основном женщины страдают шопоголизмом, да. Но, опять-таки же, тут нужно смотреть. У мужчин, у женщин это ярче видно, но у мужчин это, если, допустим, смотреть, там, любимая машина, что касается любимой машины, допустим, купить в нее то, другое, пятое, десятое, то тут они как бы не отличаются, могут даже переплюнуть, допустим, девушек. Но по статистике, да, девушки больше склонны к шопоголизму. Вот, как я уже говорила, буквально с 11 ноября, в ноябре начинается вот этот сезон Черной Пятницы, да. Хотелось бы получить несколько советов, как человеку, обывателю простому, скажем так, не стать жертвой маркетинга и приобрести что-то выгодное, но реально нужное для себя. Как вот себя сдержать, скажем так, от таких ненужных покупок? Очень просто. Вы должны обойти сначала свой дом и действительно записать необходимые вещи. То, что у вас не нужно, вам нужно, что не нужно. То есть составить список, еще очень такой фактор, нужно и не нужно составить список. То есть то, что вам необходимо, а то, что вам не необходимо. То есть этот список тоже нужен, чтобы вы его видели, чтобы вы раз подошли, в голове, если зазрел, посмотрели, все-таки нет необходимости, да. То есть на трезвую голову. Никогда принять решение на трезвую голову дома, а не в магазине. Потому что в магазине все равно вы можете поддаться этому увлечению. Составить дома необходимых вещей, список, выделить на них бюджет. И только исключительно с этим бюджетом пойти в магазин. То есть вы не берете сверх бюджета. А вдруг, а вось что-то еще попадется. Не берете кредитные карты. Это, наверное, самая большая ошибка наших обывателей, когда они именно кредитные деньги тратят. Да, кредитные. Потому что это все-таки тратить классно, а возвращать очень неприятненько. Опять-таки негативные эмоции. И опять-таки же нужно их как-то чем-то заколдовывать. Это заколдованный круг. Да, это получается заколдованный круг. Я вспомнила сразу, фильм был такой про шапоголичку. Забыла, как это называлось. Ну, по-моему, что-то вот так и называлось. Шапоголик или что-то такое. И вот там был показан очень интересный. Как человек становится действительно заложником вот этого вот шапоголизма. И как обычная жизнь человека может разрушиться. Что ж, Виктория, спасибо тебе большое за такую интересную, а главное полезную беседу. Я желаю успехов в твоей работе. И будем надеяться, что к тебе будут попадаться меньше зависимых людей. Спасибо большое. Ну, а вам, дорогие телезрители, я желаю хороших выходных. И советую всегда совершать покупки на трезвую голову. С вами была Мадина Лайпанова. До новых встреч.